Всем привет! Встал сегодня утром рано, но не для того, для чего вставал Робин Бобин из сказки для детей. К сожалению, встал я по другой причине. Причина этому вот эта маленькая баночка. Ну, видите, по надписи, судя, это трансмиссия. Трансмиссия вот того вот аппарата, это по-прежнему Veracruz у нас, АХ-55. Сейчас я решил поменять все-таки масло в раздатке. И судя по тому, что раньше я менял это масло в других машинах, в раздаточной коробке, я думал, что там все ништяк. Просто для понта поменяю. Так, ну, видимо, не все ништяк, раз я снимаю. Так, ребята, смотрите. Все меняют масло в сервисах, поэтому им этого не показывают. Тут износ в раздатке есть, масло менять там надо. По ТТХ, ну, мануалу. Так, давайте отвлечемся. Для тех, кто не терпит, вернее, не любит ждать, покажу сейчас, где находится сливная-заливная горловина, а с остальными поговорим, на что я наткнулся там. Ныряем под машину спереди, видим, вон сливная подключена, 24. И вон заливная, откуда торчит капельница. Все, сливаем оттуда, заливаем отсюда. Так, а кому все-таки есть, у кого, вернее, есть время поболтать, смотрите. Судя по мануалу, производитель рекомендует замену масла. Я плохо разобрался в их палочках, но в общем, в раздатке масло меняется раз в 120 тысяч. Либо, если вы утопили, грубо говоря, машину где-нибудь там в броду, в броде, перебирались в брод, короче, и попала вода в редуктор или в раздатку. Но вот машина 2012 года, заявленный пробег 100, какие 100 там, 40 тысяч всего на одометре. Масло воно какое. Так, муха это уже повесилась там. Самое стремное, что вот осадок сразу осаживается. То есть, как бы, давно пора его менять. Ой, обычная трансмиссионная GL5, все знают. Оно светленькое, похоже на мед. А это похоже на дерьмо. Для заливки, для откручивания заливной пробки потребуется квадрат на 10. Места там не очень много, поэтому, вот видите, как бы пришлось мудрить обычный квадрат. Квадрат, квадрат, шестиугольник. Вот, шестиугольный ключ. Он загнут Г-образно и туда нифига не лезет. К тому же там стоит выпускная система, которая мешает ко всему этому подлазить. И она стоит вот так по диагонали, поэтому начинаешь крутить, нужна одна длина ключа, заканчиваешь, нужна другая, потому что мешается. Так, вот, соорудив вот такую херню, удалось все-таки открутить. Есть, кстати, такие наборы, у меня, к сожалению, его нет, придется закупиться. Это тот, как бы, редкий случай, когда я говорю, ну, не стоит овчинка выделки. С этим промучился я. Вот, видите, тоже просто так не заливается, нужна капельница какая-то, чтобы она туда так, хоп, заныривала маслом. И, как бы, само масло, вот, я выбрал дешевенькое, но синтетическое. Оно стоит рублей 600, наверное. Соответственно, работа будет стоить дороже. Если где-нибудь наткнетесь на сервис, который решится все это сделать, не так уж дорого, все-таки отдайте им машину, пускай мучаются сами. А если решите, то заранее обзаведитесь вот таким, такой головкой, ключиком или какой-то хитростью, которая поможет вам сорвать вот эту пробку. Главное не сорвать грани, а сорвать пробку с резьбы. Ладно, всем удачи, подписывайтесь, по Верокрузу будет еще видео. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok